Отличная погода начала июня явно пошла на пользу дням старого города. Такого количества посетителей различных мероприятий, подробно прописанных в программе на каждый день, праздник давно не собирал. И даже сегодняшние ливни их не отпугнули. Сегодняшний день проходил под девизом музыки. После полудня классическими современными мелодиями на Ратушной площади публику развлекал симфонический оркестр Ныминской музыкальной школы, передав эстафетную палочку юным музыкантам из других специализированных школ, причем не только таллинских. А уж зрительским вниманием оркестры были явно не обделены. Пробежавший по площади дракон международного фестиваля уличных театров Трев возвестил, что пришла пора выхода лицедеев. Моноспектакль испанца Инна Кемата «Преграды» стал живой иллюстрацией к теме «Как живется в городе инвалиду» и явно задел зрителей за живое. Сегодня и завтра в зале Куму пройдет тоже очень любопытное представление. Балет-медитация на основе романа Германа Гесса «Сид Харта». Это работа молодежной хореографической труппы. Кстати, дни старого города с его обилием различных мероприятий привнесли в сердце Таллина и современную культуру передвижения. В зону, свободную от автомобилей, все больше туристов и горожан приезжают на велосипедах. Так что впору расширять сеть парковок для двухколесного транспорта. Завтрашний субботний день обещает быть крайне насыщенным в программе «Дни старого города». И, несомненно, его ярким эпилогом станет бал цветов. Он пройдет на Ратушной площади в четвертый раз. Каким будет дефиле из цветочных платьев, пока окутано тайной. Но известно, что выходов будет 16. Участники бала приехали из России, Белоруссии, Испании и, конечно, Эстонии. Осудить предстоящую красоту будет международное жюри. Каждый год мы сами очень ждем, какие будут результаты. Они будут готовиться завтра утром в 8 утра эти платья. Что мы точно еще не знаем, какие материалы. Мы знаем, что будет там русалка, что будет там королева моря, что будет там фламинго, что каждая тематика, это шоу, три минуты шоу на сцене. Это как бы, как хисть, как бы, каждый, это, на голове, лукува. Маленькая история или маленькая сказка. Что это надо, как бы, смотреть сами, потому что мы так много не можем даже тайно сокрыть, и мы все даже сами не знаем. Завершающий день в программе Дней Старого Города проходит под эгидой старины. Будут открыты предусмотренные к посещению башни, в том числе и с экскурсиями на русском языке. Не говоря уже о многочисленных концертах и мастерских, где бесплатно можно научиться многим полезным вещам, в том числе и с детьми. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.